Но растяжки он на себе тащит, они не вышли из него. Хорошо, больше не лезут из него тоже. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий. Абсолюта берем Дмитрия в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Дмитрия поднимается в комнате диагностики. Один, два, три, пошел подъем. Кому-то не втерпишь выпрыгнуть. Сейчас выпрыгнет. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Дмитрия. Интересуемся, готов ли он к диагностике. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Да, он кивает. Я даю команду на счет 3. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Дмитрия под ногами. Скэнер сканирует сисим тонких тел Дмитрия. Находит все. На голове у него спрут. Итак, поехали. Спрут. Дальше. Я выпрыгнул. Сразу он самый первый. Это демон. Демон. Цифры? Двенадцатка, говорит, шкет он меня сильно. Дальше. Все вокруг нежнает и раздражает. Да ладно. Дальше два сухуба у него. Аж два? Прекрасно, да. Так, ты посмотри. Два сухуба. Такое шалунишко. Все бывает. Поехали дальше. Он меня держит. Внимание не показывает. Не понял, кто держит внимание? Сукубы. Сукубы отключились. Поехали дальше. Синий дракон. Синий дракон. У него, я не пойму, кто-то в сердечной чакре роется. Не в клетке? Нет. Я даю команду на счет три. Все, что находится в его сердечной чакре, с силой моего намерения, безболезненно выходит и летит в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да, будет так, атаки есть. Там как робот какой-то выше. Ставим маячок над ним. Зеленый, красный, органический, неорганический, зеленый, неорганический, красный. Какой цвета маячок? Зеленый, но он робот. Снимаются все маски и голограммы. Робот предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Выстраивай канал к ответственному на счет три. Один, два, три. Притягивай ответственность, если такой присутствует в клетку-тюрьму. Один, два, три. Становится рядом. Два грея. Да что это за день сегодня? Опять эти... Так же. Этот робот говорит, приветствуем вас, цивилизация роботов. Обалдеть, сумасшедший дел. Грей наблюдатель, он говорит. Да, Грей, 10 минут назад я общался с вашими представителями. Я сжег все, что вам принадлежит в той чистке. Вызвал ваше начальство и предупредил его о том, что если вы будете пытаться испытывать на моих клиентах свои последние разработки, я... Это не наши разработки. Он правда, это цивилизация роботов. Каких роботов? С какой планеты ты? Он. Ставим маячок над греем, если они говорят правду, зеленый, если нет, красный. Какого цвета маячок? Зеленый. Подожди, он говорит, этот робот откуда он? Он говорит, звездная система. Это все, что он мне говорит? Ну, он знаешь, как говорит, как робот. Он должен мне назвать эту систему, где она находится, чтобы я понял. Если он будет говорить общими словами, он идет в галактическое ядро. Вместе с Грейми. Задай правильный вопрос. Он техногенный. Если ты техногенный, у каждой цивилизации есть своя планета. У марсиан это Марс. Те, кто с Арктура пришел, это Арктур. Те, кто пришел с Плеяд, это Плеяды. Откуда пришел ты? Какой робот? Техногенная планета. А у нее цифры. Много цифр. Где она находится, в каком созвездии? От Земли. Ну, у него все в цифрах идет, он все просчитывает, показывает. Ставим перед его клеткой. Экран. Один, два, три. На экране появляется Земля. На экране появляется Солнце. Все планеты нашей Солнечной системы. Пусть он покажет, где находится его цивилизация. Он как переворачивает это все, как глобус и показывает скопление звезд. А в каком направлении у нас скоплены эти звезды? Как мне представить, откуда он? Вот он показывает, то есть наша Солнечная система, он представляет ее как глобус, который переворачивает и с другой стороны показывает свои скопления. Так это получается, он находится в параллельном измерении к нам? Или как это себе представить? Ведь он накладывается с обратной стороны. Он говорит, назови это обратной стороной. Хорошо, я знаю, кого мне спросить на эту тему. Кто мне объяснит, что здесь происходит? Хорошо. Итак, у нас спрут, демон 12-ти герцовый, 2 суккуба, синий дракон. Считай цифры, пожалуйста, у синего дракона над головой. 32-41. 32-41. А что это такое высокое здесь присутствующее? Объясни мне, синий дракон. Тебя кто-то приглашал? Много энергии. Хорошо. Много разных возможностей вытасывать. А, вот как. Неконтролируемые энергии, ты хочешь сказать, да? Да. Всплески. Всплески. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Дмитрия. Спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную энергию в его низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Каналы выстраиваются. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии. Произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Дмитрию. Энергию страха, энергию неуверенности, энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Слушай, но у Грея нет канала. Они наблюдатели. На каком основании вы наблюдаете? Как это понять мне? Я не пойму, кто им давал разрешение наблюдателей? Вы договорились с роботами наблюдать за их работой или как? Нет, они подключились к роботу, чтобы наблюдать его влияние на человека. Понятно. То есть вы сами не воздействуете. Он говорит, что это интересный экземпляр. А чем он интересен? Объясни мне. Редкий. Чем? Редкий. Обычно люди не интересуют. Я сейчас не понял тебя. Люди не интересуют эту цивилизацию. Они не имеют чувств, и они им не интересны. Какие эти цивилизации? Роботы техногенные. Понятно. То есть вы чисто из научных целей подключились к какому-то эксперименту роботов, правильно? К роботу. К роботу самому. Здесь вы ничего не устанавливали, я правильно понял? Нет, у них нет канала. Хорошо, Грея. Буду тогда отпускать вас на вашу чистоту. Вы готовы уходить? Готовы. Открывается наверху портал на чистоте Грея F1, 2, 3. И Грея уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Ждем реверса. Там нет конструкции, никаких случайно? Есть конструкции. От кого? Загорается над ответственным маячок, 1, 2, 3. Дракона, робот. И дракона. Конструкция. Понятно. Плата дракона есть, конструкция, робот. Он почему-то вообще его всегда в наушниках показывает. Кто он? Робот. С роботом у нас отдельный будет разговор. Он мне объяснит. Я так и не понял о нем ничего. Реверс закончился. Устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Дмитрий забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. 1, 2, 3. Пошла энергия божественная и чистая. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Дмитрий себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Робот, как ты зашел и как долго ты находишься в этом биополе? И покажи мне эту ситуацию. Как ты вошел? Музыка? Или что-то другое? Капиитерные технологии. Хорошо. Где стояла ловушка конкретно в этом случае? Как вы подцепились? Как ты подключился конкретно ты к нему? Определенная программа. И что она делает? Капиитер с цифрами. Это ваша программа или как это получается? Почему ты мог через нее зайти? Я могу зайти все, что касается цифр. То есть он работал с таблицей, как я сейчас вижу, с Excel, с цифрами. И ты вошел через эту программу? Он говорит, кто пользуется Excel? Я пользуюсь. Это в прошлый век. Хорошо. А чем пользуется? Объясни мне. Покажи мне эту программу. Много чем. Хорошо. Как избежать твоей подключки? Я не понимаю до сих пор. Ты должен мне дать информацию, которая для меня будет полезна. Если ты не дашь мне никакой информации, ты для меня просто не имеешь цены никакой. Вообще. Ты вообще знаешь законы мироздания, робот? Ты знаешь, что нельзя входить без разрешения? Тебе знакомо такое вообще понятие? Он не разрешил. А как он тебе разрешил? Покажи мне этот момент. Ну, показывает просто поток цифр. Ну, почему, что это значит? Поток цифр он, значит, разрешил ему. Слышишь? Я тебе сейчас столько цифр нарисую, робот. У тебя голова просто лопнет. Объясни мне нормальным языком, где ты, как ты вошел. Я не понимаю до сих пор. Он показывает из компьютера поток цифр, который зашел таким потоком, он и зашел к нему. А дальше ему понравилось все, что он делает на компьютере. Это было настолько новое для него, что он увлекся и остался. Он сделал как растяжку какой-то у него на руках, чтобы закрепиться. То есть это ты ответственен за его желание постоянно смотреть Ютуб? Да. А чем тебе Ютуб так интересен? Это что, твои вибрации или как? Это новое. Для тебя новое? Для меня. Это настолько примитивно, что мне это нравится. Понятно. Хорошо. У нас в этом мире давно нет такого. Я не знаю за ваш мир. Я не знаю вообще, сколько он существует. Я даже не понимаю, где он находится. Реверс окончился. Но если ты приходишь сюда, значит, у тебя есть какие-то намерения в этом мире. И эти намерения могут быть как хорошими, так и плохими в отношении людей, живущих на планете Земля. И у меня нет никакого сомнения, что твои намерения не были добрыми по отношению к Дмитрию. Понятно, робот? Я понимаю, что ты имеешь в виду и могу возразить, что я своим намерением смог зайти. А вот у него нет никакого намерения, что я так легко попал. Это, в принципе, для нас иного. Это любой интерферент, стоящий рядом с тобой, слева и справа, это может подтвердить. Хорошо, поехали по работе. Как у нас реверс закончился, Верочка? Да. Хорошо, давай начнем с робота. Робот, вытаскивай все, что ты установил в его биополе, отключайся от всего. Проверка будет проводиться несколькими миллионами герц. Если кто-то что-то забудет, он просто сгорит в этой клетке. Приступай. Мне нравятся эти цифры. Мне нужно будет поработать, чтобы подсоединиться. А там остались еще энергии его, интересно, Вера? В конструкции? Да. Я не знаю, он пока снимает ее. Хорошо. Голова, плеч. Голова, плеч. Я так и вижу на верхней части. В сердце. Он в сердечной чакре сам был. Через эти конструкции отключался. Готово. Сколько процентов из 100 энергии ты забирал у Дмитрия? 80. Это самое большое. И ты считаешь это легитимным? Это было лишь в редких случаях, когда было очень интересно. Потом он оставался без сил. Ложился спать. Да. Кто во сне влиял за отток его энергии? Что у него утром никогда не хватало сил. Кто это был? Все. Все. В основном суховы. И у меня еще вопрос. Кто был ответственен за температуру, которую он получил последние 5 дней, 4-5 дней? Кто это был? Бес. Бес. Он не бес, он демон. Демон, конечно, 12-й керцовый. Хорошо, будем разбираться. Хорошо, он все забрал, робот? Да. И выстраиваю от Дмитрия канал. Один, два, три. Пошел поток. Опиши, Верочка. Но идут энергии, как металла. Металл. Вот это и есть энергия робота. Все правильно. Поток. И выстраиваю второй канал к этой конструкции. Один, два, три. Пошел поток. Что идет? Его энергия идет по чакрам. Вот эта конструкция, она как труба, как трубы. И вот из этих труб уходит энергия. Вернулась энергия металла, возвращается его энергия. Да, я увидел цвета свинца жидкого. Готово. Хорошо. Синий дракон, как долго ты находился в этом биополе? Семь лет. А сколько ты находился, робот, в этом биополе? Пять. Пять лет. Синий дракон, я прошу тебя сейчас выйти, вытащить все свои платы, вернуться в клетку и доложить о готовности к проверке. Приступай. Я предупреждаю всех сразу. Если мы заметим в этой комнате попытку какого-то воздействия на нас или если нам будут говорить неправду, первый раз мы предупреждаем, второй раз мы скидываем в галактическое ядро. Я надеюсь, это всем понятно. Всем понятно. Дракон вытащил плату. Где она стояла? Третьего глаза. Третий глаз. Это он там лупил ее. Понятно. Хорошо. Переходим сейчас к суккубам веселым. Суккубы, перед тем, как вы выйдете, я вам сразу говорю, если вы будете делать какие-то глупости, вы об этом пожалеете. Вам это очень не понравится. Поэтому выходите сейчас, снимаете все, что вы оставили, возвращаетесь в клетку и докладываете мне о готовности. Приступайте. Отпусти одного. Отпускай одного суккуба. Второй вытащил язык клетку и выжибанул. Отлично. Мы предупреждали. В следующий раз отпадет. Снимаете, здорово. Хорошо. Много всего. Начиная с шеи вниз. До колен, до самого. Суккуб, как долго ты находился в этом биополе? День три, другой четыре. Три плюс четыре. Когда тот, который три не справился, пришел четвертый. Тот, который, вернее, тот, который четыре сидел не справился, взял себе еще помощника, да? Нет, втроем интересен. Понятно. Все снял. Так, Дема, у меня к тебе много вопросов. Один из них по поводу твоего воздействия с температурой 38-39 на человека. Как мне это понять? Он говорит, посмотри на меня. Меня чуть не сожгли твои лучи. Фиолетовые. Ты хочешь сказать, что ты просто не мог выйти из его биополя в квартире, да? Так. Как ты думаешь, все порталы закрыл? Хорошо. В квартире есть кто-то еще или нет? Или это только? Лучи. Лучи, это правильно, они должны там быть. Я имею в виду, из интерферента есть кто-нибудь? Нет. Значит, квартиру мы проверять не будем. Значит, ты просто... Как там можно жить? Согласен. Значит, ты просто просился наружу. Правильно я понимаю? Чуть не поджарила меня, а я жарила его. О, вот как понятно. Хорошо. Ладно, хорошо. Я все понимаю. Я тебе еще один вопрос задам. Скажи мне, вернее, два вопроса. Первый. Как долго ты находился в этом биополе? Три года. И второй вопрос. Есть ли лярбы в его биополе? Да, там полно. В нем столько неуверенности. Хорошо, Диман. Я тебе предлагаю компенсировать твои неудобства, которые ты испытал из-за меня, вследствие моей защиты в доме. Я тебе предлагаю, после того, как ты все снимешь, когда придет твоя очередь, я тебе отдам эти лярбы. Как тебе такой вариант? Справит. Хорошо. Это может поднять и мои энергии. Конечно, поднимет. И исправить мой ворс. Твой ворс. Ворс. А что это такое? Мою шерсть. А, твою шерсть. Понятно. Хорошо. Все понял. Давай тогда сейчас выпустим спрута. Спрут, выходи. Снимай все, что ты оставил. Отключай. От твоих фиолетовых лучей мой ворс весь липся и потух. О, а как это можно излечить? Только лярвами, правильно? Да. Энергии. Вот. Я тебе все лярвы отдам. И посмотрим, как будет блестеть твой ворс. Согласен. Хорошо. Давай, спрут. Выходи сначала, забери все, что ты оставил, чтобы не мешать демону забирать лярвы. А то он так настрадался из-за нас. Вот спрута какая-то пелена перед глазами. Вот. Это значит пелена. У нас там был такой вопрос. Это он ставил эту пелену, да? Это его пелена. Хорошо, спрут. Давай. Все снимай. Проверка найдет. Все, что если кто-то что-то забудет. Я не рекомендую и не завидую тому, если кто-то что-то оставил. Он по каналам просто сгорит. Такое бывало неоднократно. Но мы этого вам не желаем. Но спрут на голове полностью. Окупировал. Фиолетовая чакра. Спрут, как долго ты находился в этом биополе? Семь. Семь лет. Понятно. Жидкость отсасывает тоже из головы. Забирает. Готово. Хорошо, демон. Поле для тебя расчищено. Прошу тебя сначала выйти и вытащить все, что ты оставил в этом биополе. На своей чистоте все растяжки, все качельки, сапожки. Или что у тебя там? Он говорит о током. Не ударит. Правда, он не ударит, а он матерится. Нет, не ударит. Мы что, не воздействуем на тебя? И ты на нас не воздействуешь. Значит, ничего назад не полетит. Ладно, заберу. Оно его утяжеляло. На ногах у него. Это на поясницу било? На спину? Или это по ногам било? Как это отражалось? Ему не хотелось ничего делать. Ух ты. Вот это специализация у тебя. Класс. Хотелось, чтобы все отстали от него. Ну да. Отставили в покое. Ой, мы много таких людей на земле знаем. Хорошо. У него как это устройство, как кандалы, что ли. Такие. В общем, он их две ноги вместе сделал. Он много не хотел. Леним ему все это делать. Снял он. Хорошо, демон. Я разрешаю тебе забрать все лярвы, которые находятся в его биополе. Не забывай. Ничего. Приступай. И потом возвращайся в клетку. Горло. Сердце. Неживатое. Ну там суккубы постарались. И на ногах у него, на подошвах. Они просто такие серые, новые. Готов. Хорошо. Отлично. Как твоя шерсть? Ворс. Он говорит, лярвы хорошие, а энергии дурацкие. Хорошо. Согласен. Хорошо. Так. Поехали теперь к... Переходим. Все все забрали. Переходим к раз синхронизации. Я даю команду на счет три. Синхронизация. До числового значения сто процентов. Ну, синхронизация идет. Да. Дмитрий, он отряхивает рукой и говорит, каждой твари по паре. Тоже верно. Согласен. Готов. Дмитрий видит эту коллекцию, которая стоит в клетке тюрьмы сейчас, которую он насобирал? Понятно. Хорошо. Включая внутренний белый свет Дмитрию. Один, два, три. И на четыре. Дмитрий начинает выдавливать из всех своих семи тонких тел все энергии, все чужеродные энергии. Свет пошел. Шар зависает перед ним в воздухе. Ну, шар очень маленький. Все вышло уже. Мы уже все забрали. Открывается под ним портал в галактическое ядро, и этот шар уходит на переработку в чистую первичную энергию. У меня еще один вопрос с Демоном остался перед тем, как мы сделаем проверку и выпустим всех. Демон, скажи мне, на какую частоту ты зашел? Что тебе так в нем понравилось, что ты остался на долгие три года? Я же сказал, там куча неуверенности. На неуверенность зашел, да? А не было там крика, скандалов и других вещей? Я сказал первопричину. Хорошо, все. У меня вопросов больше нет. Хорошо, я даю команду скэнеру на счет три. Произвести контрольную проверку, Дмитрий. Один, два, три. Скэнер сканирует, выпаривает все наночастицы, возможно, оставшиеся от интерферентов и их энергии. И дает нам в конце зеленый или красный цвет. Он говорит на чисто все, я его сам чувствую. Доверяй, но проверяй. В нашей работе это первое правило. Зеленый. Отлично, хорошо. Подхожу к Дмитрию, помогая ему моей энергии сделать импульс высокой аббрационного шокового удара и сжечь все каналы к интерферентам и их конструкции. Один, два, три. Удар. Отлетают все каналы. Открывается портал. Галактическое ядро каналы улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Буду отпускать. Все прошли проверку. Спрут. Ты готов уходить на свою чистоту? Демон у нас здесь. Говорят, что это спрут. Согласен. Да, 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 да. Ты больше всех пострадал. Ты как участник Куликовской битвы. Тебя надо всегда вперед пропускать. Хорошо. Демон, я надеюсь, я тебе не доставил слишком большого беспокойства и смягчил свою вину перед тобой, когда я тебя поджег этими фиолетовыми лучами. Готов ли ты уходить на свою чистоту? Готов. Открывается внизу портал на чистоте демона 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Става огненную пентаграмму. Ты знаешь, почему он сказал? Потому что он больше всего вреда принес в последние дни, и это для него считалось как мотивирующим фактором, что он должен уйти первым. Потому что он является главной причиной, иначе бы сидели. В принципе, можно понять, если смотреть наизнанку. Хорошо, спрут. Готово уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки. И спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Переходим к суккубам. Суккубы. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккубов. 1, 2, 3. И суккубы забирают все, что они с собой принесли, и уходят на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Синий дракон. Ты готова уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. есть хорошо я прошу ли выйти со мной на связь я приветствую тебя ли посмотри пожалуйста на здесь робот непонятно из какой цивилизации таки не понял что он говорил откуда он пришел и но он забирал местами до 80 процентов энергии что это вообще такое за цивилизация сидел пять лет техногенные техногенные развиваются сами по себе понятно а почему они к нам летят из-за того что человек неосознанный это получается у них осознанность я не буду вдаваться в историю понятно другие расы нечеловеческая другие земли дошли до определенного техногенного уровня и создали все понял робота скажем так себе помощь или стали самостоятельными они стали самостоятельно стали развиваться и делать ли ну они же представляли нас реальную опасность потому что они же высоко герцов и а водка а как этот экземпляр здесь оказался можно как-то его нет я знаю как что ты мне ответишь повышать свою осознанность избежать его подключки но я думаю что я уже знаю ответ правые коды прошли и еще последний вопрос он сказал что он переходит из программы компьютера когда человек смотрит что-то с цифрами связано это и были цифровые коды которые задели его волну он услышал их скажи пожалуйста существует возможность как-то от этого избавиться или предотвратить эту опасность этих цифровых кодов то есть это большая удача что так получилось что он подключился да в принципе благодарю ли что мы с ним делаем благодарю тебя за информацию хорошо робот ты готов уходить на свою техногенную чистоту готов открывается наверху портал на чистоте робота 123 робот забирает робот уходит на свою чистоту 123 хорошо у нас должна была и остаться конструкции вода вера открывается портал галактическое ядро конструкции уходит на переработку чистую первичную энергию клетка пустая посмотри пожалуйста хорошо поехали по частотам наверх как он знает давно она была создана еще до него он знает сколько ему лет его душе он знает хочет озвучить для своей копии на земле он говорит что пусть он сам заинтересуется все верно согласен вот как раз тот случай когда тонкая купе осознание физической копии и говорит что если он заинтересуется он заинтересуется чем-то больше не только тем сколько ему лет и это разовьет его намерение укрепить вот эти знания уже не всегда останутся с ним и он всегда будет думать об этом возражаться нет пути назад уже все хорошо благодарю тонкую копию хорошо пусть тонкая копия дмитрий вспомнит самый счастливый момент жизни даст нам числовое значение 560 и поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии дмитрия до значения 560 герц пошел подъем говорит что радость и тишину поэтому я не хочу завинчивать свое эмоциональное состояние 560 это как раз тот уровень спокойствия и гармонии которым бы я хотел находиться готова какая осознанная тонкая копия приятно общаться благодарю синхронизируется энергия вибрации гармонизируется распределяется усваивается наиболее эффективным образом один два три хорошо мы закончили чистку дмитрия квартиру проверять нет смысла потому что интерферент уже ответили причины почему это все случилось дмитрий как вы себя чувствуете отлично возвращаем вас назад биоробот и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию дмитрия в систему биоробот душа заводим подключаем его каждому органу каждой клеточке каждой извилинки головного мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботами энергетическими тонкими телами ему очень важно чтобы у него были открыты чакры и энергии по всему телу если он это не понимает и не представляет где чакры и как энергия циркулирует он как сказать у него тело как поломанное становится то есть пусть займется тем что он поймет где находится чакры и заправляется каждый энергиями теми энергиями количество которых мы указали как заправляться энергиями мы ему указали физическая копия сейчас должна физический биоробот взять на себя ответственность и делать какие-то упражнения то есть это скидывание негатива заправление энергиями и фильтрация своих мыслей то есть если у него энергия проходит по чакрам он живой а если она забивается и закупоривается он пускнет что ли вот он тусклого показывает и он нервничать начинает все порядок закрываться в себе а когда энергии они же первородные у них такой свет особенный то есть он как живет все энергии в них живые тело живое готово хорошо мы объяснили как заправляться и что дальше делать дмитрию и отключаемся от объекта и поднимайся пожалуйста в свою комнату диагностики 1 2 3 пошел подъем и да я на месте и и и и и